Эмили, расскажи, пожалуйста, как ты оказался на территории Беларуси и как у тебя появилось желание уйти из своей армии? Я дезертировал из армии через колючую проволоку, порвал штаны и поранил руку. Перебежал через нейтральную полосу и увидел, что едет польский патруль. Я снял форму, взял в руки и без одежды окольными путями побежал голым в сторону Беларуси. Я решил покинуть польскую армию именно таким способом, потому что невозможно молчать о том, что творится на территории Польши. Чтобы перейти через границу, ты сам принял решение? Почему ты это решил сделать? Что, почему именно вчера, что тебя на это сподвигло? Просто сидел человек возле забора, жарил колбасу на костре и только думал о том, когда смотрел на огонь. Не будет ли он сам на этом огне жариться? Человек сидит у костра, нечего делать, ничем не занимается, только сидит и думает, думает, думает. И в один момент начинает думать, что же происходило несколько месяцев назад в этих лесах. Мы сначала приехали. Нам сказали, что будем стоять возле пограничных столбов, как обычно. И в один момент начали приезжать к нам мужчины из контрразведки. Они просто стояли и иногда только кого-нибудь цепляли, чтобы солдаты привыкли к тому, что люди по отношению к ним проявляют агрессию. Например, если солдат выходил, то они проверяли документы без причины, говорили ему глупости. Он понимал, что не может ничего ответить. Такое типичное демонстрирование превосходства. Контрразведка к обычным солдатам. Просто их цепляли около недели, а потом началась ротация, и опять они возвращались. И тогда начали приезжать по очереди машины. Сначала одна, потом две машины с пограничниками. И в первый день взяли меня и коллегу. Подошел только командир и сказал, ты и ты, возьмите винтовки и поедете с пограничниками. Мы сели, а ребята из пограничной службы нам говорят, вы карабины положите. А мы заехали на заправку, и они сказали, у пограничников только водители не пьют. Ты имеешь в виду, что вас взяли и вы с пограничниками пили? Когда мы приезжали на место, мы видели, что стоит военный ельч, грузовик. И один выходил, потом садились рядом друг с другом. И один у другого пограничника спрашивал, ну что, перезаряжаем оружие? А мы спрашиваем, а в чем дело? Они на нас смотрят и говорят, перезаряжаем и целятся в голову, чтобы заставить нас стрелять. Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании, где-то по дороге, мы были пьяные, мы ловили какого-то одинокого человека. Потом мы ввозили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову. В некоторых средствах массовой информации, польских, проскакивала информация от волонтеров, от людей, которые проникали на территорию приграничную, о том, что там есть много свежих могил. То есть это правда? Да, это правда. А не было так, что за нами приезжали один раз. Они сначала приехали на одном автомобиле за нами, потом приехали на двух автомобилях, а потом мы задерживали целой колонной. Что ты имеешь в виду под колоннами? Что это? Но это не один автомобиль, не два, а четыре, шесть. Я тебя правильно понимаю? Они привозили машины с мигрантами? Нет, нет, нет. Просто приезжали автомобили пограничников под обуз. Четыре, пять, шесть автомобилей пограничников. И что происходило потом? Почему так много машин? Для чего они приезжали? Ну, просто ежедневно они брали все больше людей на патрулирование, как они это называли. И что это было за патруль? Так, как наш. Они просто брали солдата, поили его и говорили кого-нибудь убить. Ты разговаривала с кем-нибудь из своих коллег об этих случаях, об этих ситуациях? Как много людей во всем этом было замешано? Никто не хотел. Они сделали это так, чтобы это не делали люди из одних палаток. Речь шла о том, чтобы взять одного из одной палатки, другого из другой палатки. Одного из одного намета, другого из другого намета. Чтобы вы не могли контактировать между собой. Что-то в этом роде. Ты слышал про группу граница? Польская, которая попадает на территорию и пытается помочь мигрантам. Слышал о такой группе? Я только читал об этом в интернете. Они рассказывают, что сейчас в приграничной территории Польши находятся... В лесу лежат трупы, просто разорванные зверями. Ты что-то такое видел? Я видел оставленные тела где-то по дороге, которые тащили волки, например. Как вообще пограничники, солдаты относились к тому, что на территорию проникали волонтеры и проникали общественные организации, чтобы помочь мигрантам? Ты сталкивался с таким? Для них это был такой же человек, как все остальные люди, которых они убивали. Для них это не имело значения. Видел ли ты, как задерживали волонтеров и общественные организации, которые проникали на территорию приграничных, для того, чтобы помочь мигрантам, журналистов, может быть, задерживали? Я видел одну такую ситуацию, когда подходил какой-то волонтер и начинал спрашивать, куда вы их ведете? А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я правильно тебя понимаю, что они убивали в том числе и волонтеров? То есть ты такое видел? Не только беженцев, но это были и обычные поляки, которые хотели помочь беженцам? Я видел две такие ситуации. Две ситуации такие? Так. То есть двух человек они убили? Так. Поляков, волонтеров? Так. Ты сам это видел? Так. Одному выстрелили в голову, а второго, когда он спросил, куда вы их ведете, поставили в ряд с остальными. С беженцами? Так. И что произошло? То же, что и всегда. Что всегда происходило? Расскажи. Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Где тела этих мигрантов? Они закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько таких могил. Я был только одним солдатом, которого пограничники заставляли это делать. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать. Ты понимаешь, что в этой ситуации ты жертва? То, что тебя заставляли это делать? Да, понимаю, что меня заставляли. Но очень сложно, если кто-то кого-то к чему-то такому принудил, очень сложно себе это простить. Трудно простить, даже если заставили это сделать. Наверное же, ты... Могли тебя убить вместе с другими, если бы ты этого не сделал. Я знаю, но что это меняет? Но это изменит. Как тебе кажется, как много человек убили польские силовики на границе? Как много беженцев сейчас закопано в лесу? По твоим меркам, сколько это может быть? Достаточно посчитать. Один патруль брал двух солдат, которые ежедневно убивали, скажем, группу лиц, которые помещались в кузове военного грузовика. Продолжение следует...